всем привет с вами алексей вы на youtube канале заводь в том месте где все наручных часах с каждым обзором ваша активность растет спасибо что делитесь своим мнением в комментариях под нашим видео это помогает нам делать наши обзоры еще интереснее и познавательнее не забывайте про лайки подписывайтесь на наш канал а мы начинаем сегодняшнем обзоре разберем очень интересную тенденцию на часовом рынке и новинки бренда сертина и небольшой спойлер если у вас не самое габаритное запястье вам точно понравится сертина aqua ds экшен дайвер в корпусе 38 миллиметров и начнем с небольшой предыстории в то время когда я покупал свои первые наручные часы это было чуть более десяти лет назад мой выбор пал на вот это вот монстра попрошу без оскорбительных комментариев в то время ничего не знал о наручных часах но на подсознании чувствовал что часы должны быть габаритными и увесистыми и это при том что у меня точно небольшие запястья если взять мои личные уже осознанные часы а это начиная от ssc 353 сейковского solar с диаметром 44 миллиметра и вплоть до сегодняшнего 62 масс с диаметром 40 с половиной миллиметров то явно прослеживалась тенденция уменьшения габаритов часов задумывался ли я каждый раз выбирая новые часы размере корпуса конечно нет но так или иначе как оказалось я все равно следовал современным тенденциям размеры корпусов на наручных часах менялись и продолжает меняться самого своего появления если совсем немного копнуть в истории наручных часов то изначально это был довольно габаритный аксессуар так как на старте это были карманные часы но перекочевав на запястья в начале 20 века привычный размер часов был чуть более 30 миллиметров и начиная с двадцатых годов вплоть до девяностых десятилетия с десятилетиям часы немного добавляли своих габаритах до привычной для нас средних размеров 42 миллиметра а вот начиная с девяностых и последующие два десятка лет была настоящая гигантомания сейчас может прозвучать странно но тогда мало кого удивлял 49 миллиметровый на витамир от братлин или 47 миллиметровый панорая радиомир и юбот которые оседлали этот хайп гигантских размеров со своими корпусами в 55 миллиметров но к счастью или к сожалению ничто не вечно и уже текущее десятилетие развернула этот тренд и все больше в ассортименте многих брендов стали появляться часы 40 и 39 миллиметровых корпусах и вот 38 миллиметровые дайверы такие желанные и долгожданные говоря о серти не последних лет лично у меня возникает особый интерес к дайверской моделям из коллекции aqua и heritage и появление каждой новинки для меня хорошая новость надеюсь сегодняшние модели тоже не разочаруют на сегодняшний день презентовано 4 расцветки aqua ds action 38 миллиметров и две как по мне более удачные представлены сегодня в нашем обзоре бикалорная модель зеленым безелем и всегда актуальный синий циферблат и начнем с габаритов диаметр корпуса составляет 38 миллиметров а толщина 12 и 2 миллиметра эти габариты не могут не радовать я безумно люблю дайверский дизайн но учитывая что мое запястье чуть менее 17 сантиметров еще пару лет назад мне было тяжело подобрать часы которые хорошо сидели бы на моей руке и сегодняшние часы отлично соответствуют современным тенденциям часы действительно удобно сидят на запястье и не стоит забывать что перед нами полноценный сертифицированный дайвер со всеми соответствующими требованиями сертификации и со 6425 большинству из вас хорошо знакомы сиркиновский 43 миллиметровый ds action дайвер а носить эту консервансе мы даже делали обзор несмотря на то что название часов идентичны различных предостаточно и это не только размер а еще и механизм 43 миллиметровых установлен пауэрматик 83 единицы которому незаслуженно хорошенько досталось от часовых энтузиастов и 80611 в новых моделях где спусковой механизм без полимерных материалов в целом это почти идентичные механизмы с одинаковой частотой полуколебания в 21600 час запасом хода в 80 часов 25 камней в 611 против 23 в 111 паспортная точность минус 10 плюс 30 секунд но на практике результаты гораздо лучше но 611 это все-таки более современный механизм спираль данного механизма сделана из материала невохрон этот современный материал обладает повышенной устойчивостью к воздействию магнитных полей кроме того благодаря основе из титана эта спираль отличается повышенной ударопрочностью и устойчивостью к температурным колебаниям как по мне этот корпус в тридцать восьмом размере выглядит совсем по-другому эти пропорции пошли ds action дайвер только на пользу очертания корпуса остались те же но безель теперь совсем другой ставка в нем также алюминиевая но вот количество кликов теперь 120 против 60 43 миллиметровой версии в обеих моделях глянцевые циферблаты верхней части расположен логотип с годом основания бренда в нижней части циферблата информация что это часы ds action с парматиком внутри и 300 метровой степени от защиты и надписью дайверс watch так что это не просто красивые часы а действительно сертифицированный дайверский инструмент метки и стрелки накладные полированы с покрытием суперлюмино также льмицентная точка находится на нулевой отметке безеля стекло в данных часах сапфировая с антибликом завинчиваяся заводная головка брендированная аббревиатурой концепции double security корпус и браслет часов сатинированный что конечно же практично при повседневной носке раскладная литая застежка с фиксатором но тут есть отличие от 43 миллиметровой версии в данной модели расширитель штампованный скорее всего это сделали не с целью чтобы сэкономить а для того чтобы сохранить пропорцию и габариты самой застежки задняя крышка глухая завинчиваешься на ней присутствует информация о данных часах а также черепашка один из символов бренда сертина и давайте подытожим сертина ds action дайвер 38 классный продукт которого точно не хватало в линейке бренда но увы или часы падут не всем так они просто-напросто могут потеряться на габаритном запястье либо в то же время выглядеть как действительно винтаж общаясь с разными людьми о дайверских часах мне часто приходило слышать что та или иная модель это в какой-то степени субмарина знаете даже у меня сегодня пробежали такие мысли но в хорошем понимании этого слова скорее всего это просто повлиял кермет со своим зеленым безелем и черным циферблатом однозначно сертина порадовала выпуском этих моделей мы получили сертифицированные дайверы в 38 корпусе на пауэрматике с него хроном и все это за двадцать две тысячи четыреста гривен за стальные модели и за двадцать четыре тысячи гривен за бикалорные что в при переводе в доллары от 800 до 860 долларов соответственно в комментариях напишите что вы думаете об этих моделях а также можете написать какие были ваши первые часы и посмотрим кто из нас круче на этом наш обзор окончен всем спасибо за внимание и встретимся через неделю